Ещё совсем недавно такое оказалось невозможным. Видите, вон холм. И вот за тем холмом это уже граница с Россией. Мы сейчас едем, возможно, даже за нами наблюдают. Мы движемся вдоль самой границы между Украиной и Россией. Это Харьковская область. Регион, который практически полностью был освобождён во время осеннего контрнаступления вооружённых сил Украины. Но спокойнее здесь не стало. Это тот случай, когда государственная граница является линией фронта. Обратите внимание, какие здесь происходили бои и что, собственно, осталось от села. За холмом же кордона, и они там. Оттуда и бьют. Спочатку неприцельно били, а потом приучилися и в один день эту улицу. Каждая хата, каждая. Вот так и пошли спочатку, и вот так всю улицу прощерстили. Местных жителей встретить нам не удалось. Говорят, что после обстрелов они практически все выехали. Отвезти сюда нас согласились бойцы батальона «Дикое поле» из первой бригады спецназа. Это именно они организовывали и принимали участие в ключевых штурмах по освобождению Харьковской области. Поэтому им тоже важно оказаться в этом месте. Увидеть непосредственный результат их работы. Ведь конкретно здесь Украина уже восстановила свои границы. И мы бедненько, чтобы мы их выгнали. Они нас только артой кроют, потому что боятся сюда зайти. Потому что знают, что в ближнем бою у них нет шансов. Долго здесь находиться пока не рекомендуют. Ездить здесь нужно очень быстро, потому что места пристреляны. И вот там машина как раз не успела проскочить. Погибли люди. Тем временем бойцы батальона отправляются на другое направление. Задач очень много. Вот отряд находит склад боеприпасов, которые оставили российские войска во время отступления. В этих ящиках находились боеприпасы к установке «Град». И вот можете обратить внимание на бирку. Заказчик Минобороны РФ. Государственный контракт 2020 год. То есть эти боеприпасы свежие. В 500 метрах рядом еще один склад. Его российские военные, по словам местных жителей, подорвали. Ближе становится понятно, почему. Это иглы такие. Флашаты. Насколько я знаю, они запрещены. Чем они не беспокоят? Ранения очень ласки. Людина не один раз умирает. Дуже много мучений. Насколько я, ну, чувствую, про эти, именно, выпадки, именно таких ранений. Это флашаты. Маленькие дротики. Снаряд с ними разрывается в воздухе. И эти иглы разлетаются на громадную площадь, поражая все на своем пути. А вот так, вот. Сейчас главная задача бойцов не дать возможности российским войскам снова захватить территорию. Мы сдерживаем свои позиции. И мы не дадим им даже зайти сюда. Мы их оттесняемся дальше и дальше, дальше и дальше. Даем им понять, что на Украине им делать нечего. Они не знают наших лесов. Тут много болот, болотистых мест. И озер много. Не знают. Не могут, ну, недалеко зайти вовнутрь. Там 500-600 метров. Ну, сразу пресекаются, потому что все это мы видим. Их командиры тем временем ждут команду двигаться дальше. Есть громадное желание повторить успех балаклейской наступательной операции. Благодаря ей началась деоккупация региона. Детали которой не раскрывают до сих пор. Противник был в шоке. Но должен был очень сильный укрепрайон. Но путем штурма с подтримкой танков. Третья танковая бригада. Мы взяли позицию Москва. Пошли на Питер. Взяли Питер и далі на Нового Саровка. Мы балакаем про качество и количество. Поэтому качество отримало перемогу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...